Всем привет, это RTVI в московской студии, Андрей Ежов и вместе со мной здесь Михаил Лобковский. Сегодня мы продолжаем разговоры о психологических сложностях, сопровождаемых эмиграцией, которые, собственно, происходят с людьми, которые переезжают из какой бы то ни было страны в любую другую страну. Так часто происходит. Сегодня поговорим о стадиях психологических, которые проходит человек в эмиграции. Вот есть теория, что человек, который находится в эмиграции, проходит четыре определенные стадии, четыре этапа. Их можно назвать впервые эйфория, когда все похоже на туризм и так прекрасно и интересно, когда ты еще ничего не знаешь о своем будущем в этой стране. Потом, понятное дело, это сменяется разочарованием, затем все это усугубляется, наступает период сильного кризиса. И в какой-то момент, понятное дело, что все выравнивается, человек вписывается, чувствует себя, в общем, если не коренным жителем той или иной страны. Но, во всяком случае, частью, такой бикультурализм наступает, в общем, человек себя чувствует комфортно. Согласны вообще с этим? И как это было, допустим, в вашем случае? Это некая идеальная ситуация, да, ну почти идеальная, потому что в идеальной нет разочарования еще. У меня было очень интересно, и я хочу свой пример рассказать, может быть, даже как в назидание другим людям. У меня не было никаких ожиданий. Я считаю, и пусть те, кто собирается эмигрировать, об этом подумают, это абсолютно буддистская идея. Я, правда, никогда не был буддистом, и не очень даже разделяю буддистские взгляды. У меня это само произошло. Значит, во-первых, я хотел, ну, я там 14 лет ходил в синагогу, участвовал во всяких праздниках и так далее. И думал, конечно, еще с детства об Израиле. Это тоже важный момент. Половина думала про Америку. Так вот, значит, тем не менее, когда я приехал в Израиль, мне было 28 лет, у меня не было денег, и я очень бедно жил. Это первое. И все, кто эмигрирует, они, как правило, очень бедно живут, за исключением, сейчас 2019 год, есть куча людей с деньгами. Для них эмиграция – это просто другой дом, на другой улице, в другом городе, в другой стране, а деньги на другой дом у них тоже есть. Но это не наша история, наша история постсоветская, где их не было. Так вот, когда ты живешь бедно, то это выглядит следующим образом. Например, однажды мне отключили за неуплату телефон в квартире. Вот это называется жить бедно. Постоянная угроза отключения света и газа, ровно по этой же причине. Почему я не расстраивался из-за этого? Потому что я не ожидал, что у меня что-то будет. Я настолько спокойно переехал, ну, спокойно в смысле, что не было никаких ожиданий. Это очень важный момент. Нет ожиданий, нет разочарований. То есть людей губит, вот это разочарование происходит от того, что у них огромная надежда на это. Что они сейчас вот это сделают, вот это, и начнется другая жизнь. Она начнется, но не сейчас. Сейчас, как говорили у нас в Израиле, сначала ты помоешь полы. Есть такое на иврите слово «никайон» – это как бы уборка. И, ну, очень многие иммигранты, это такое было как клише, да, они мыли полы. Полгода, год, два года, но мыли полы. Я говорю про людей с высшим образованием. У меня был случай очень интересный. Вот к вопросу о разочарования. Мы жили в центре абсорбции. Понимаешь, какой центр абсорбции? Ну, как вот… Ну, да, как вот я помню, про Германию рассказывали, у них это называлось «центры для иммигрантов», куда там привозили турок, сирийцев и русских, ну, немцев из Казахстана и так далее. Такой же центр был и в Израиле. И вот два-три дня я в стране, и я знакомлюсь с женщиной лет под 50, которая моет полы у нас на этаже. Я говорю, она из Питера, и я говорю, ну, здрасте, здрасте, она тут уже давно, там, месяца два-три, а я только вот второй день. А она говорит, вот я тут полы мой, я говорю, ну, а кем вы были в СССР, она говорит, ну, у меня два образования, я закончила консерваторию ленинградскую по классу композиции и филфак ленинградского университета. Я ей говорю, а что вы хотите, ну, дальше? Она говорит, я хочу стать главной на этом этаже. Ну, понятно, горизонты сместились. Мне стало страшно. Я испугался, что вот передо мной стоит реальный живой человек, с двумя высшими образованиями, но с неподходящим для работы возрастом, самый тяжелый возраст для эмиграции, 45, ну, короче, между работой и пенсией, это лет 20, где тебя уже могут не взять по возрасту, а пенсии не полагается тоже по возрасту. Мне стало страшно, что человек хочет быть главным на этаже среди тех, кто моет полы, и я решил, что я, даже если буду подыхать, и мне ничего будет есть, я не буду мыть полы, потому что я могу оказаться слабым и остаться мыть полы на всю жизнь. Мне нереально повезло, потому что через некоторое время я сдал свои документы в Министерство образования и получил вторую сеть по психологии израильской, и это дало мне право работать психологом уже. И я очень хорошо дальше делал эту эмиграцию, потому что я получил работу, деньги к работе не имели никакого отношения, то есть работа была, а денег не было. Почему? Потому что все эти проекты, они социальные, ну, например, мне предложили возглавить всю психологическую службу всей русской аллеи, ну, эмиграции, около миллиона человек приехало. Казалось бы, да, 1100 долларов в месяц, а мне квартира стоила 600, ну, чтобы ты поднимал. Не разгуляешься. Не то, что не разгуляешься, а я помню на Новый год получил от мэрии, я работал в Мэрии Иерусалиме, подарок, что я могу на 500 или на 600 долларов пойти в магазин хостоваров, купить себе кастрюлю в сковородок. Я дал, как подорванность, мне ничего жрать, что не отключили телефон, дайте половину хотя бы деньгами. Говорит, Михаил, что ты говоришь, вот, пожалуйста, на Новый год, хорошая шана, вот тебе залейся кастрюлями. Вот. Короче говоря, именно, то есть работа у меня была, я работал в компании, которая, ну, не компания, это какое-то подразделение мэрии, трудные подростки, значит, колонии, там, тюрьмы и так далее, и плюс я еще работал в компании, по-английски это называется Family Mediation Service, служба семейного посредничества. Я три года учился на переговоры во время развода, там есть юридическая сторона просто, дети, имущество и так далее, и вот у меня была, как психолог, и работал в вечерней школе потом уже. Мне, чтобы хотя бы тысячу долларов заработать, надо бы на трех работах трудиться. Даже я за каким-то стариком полимелитным, суицидальным ходил, как няня, но мне как психологу давали, платили там не 8 шекелей в час, а 20. Ну, как бы я психолог, я инвалидом могу развлечься, с ним пообщаться. То есть, работа была, денег не было, была нищета, конечно, но не было разочарований, потому что я и не было ни ожиданий. Все горестно проводящие время в эмиграции, это люди, которые все на это поставили. Это как у Высоцкого, я продал свой, я предал свой завод, хоть в общем был не вправе, да. Вот, люди вот все вот, и мосты сожгли, и приехали, а его, они говорят, ну как-то. Значит, есть счастливые, молодые, особенно, у которых нет вообще этого такого дауна, то есть они как-то вот так вот идут, у них все хорошо. Дальше, ты правильно, в принципе, нарисовал такую среднестатистическую картину эмигрантов, дальше принятие происходит, и дальше адаптация, и дальше ты чувствуешь себя, ну ты не всегда себя чувствуешь. Например, я обратил внимание, так как я в Израиль езжу уже больше 30 лет, но русские, как бы они ни были израильтянами, у них тусовка, как правило, русская. То есть они могут заведовать клиниками израильскими, работать в университете, на заводе, где угодно, и, да я с Афкибутс работал вообще с еврейтянами, еще и с арабами. Но я от этого не стал ближе, я остался Наташей русской душой. Короче, менталитет все другой, но я, правда, еще мало жил для того, чтобы об этом говорить. Но это потребность, что ли, в языковой среде, она сохраняется, и ничего с ней не сделаешь? Языковающее ментальное. Да, но дети, которые приезжают, они, конечно, адаптируются. Ну, я молчу про тех, кто там родился, они, правда, не мигранты. Но если, ну, вот, там, дочь моя, да, она даже не могла понять разницы между, скажем так, ашкеназами и сфарадим, то есть между смуглыми израильтянами и тех, которые побелее будут, ну, там, Европа, они одинаково для нее все. Может быть, и Фиоп она понимала, что они другие. То есть она такая израильтянка, как будто сабр по менталитету. А для взрослых людей, конечно, это адаптация, это они должны привыкнуть к этому менталитету. Вот. Притом менталитет во всех европейских странах абсолютно разный. У немцев свой, у французов свой, англичан вообще не европейские и так далее, да. И это надо иметь в виду, к этому надо привыкнуть. Мне одна русская девушка рассказывала в Лондоне, что у нее был конфликт с мужем. Муж схватил ее телефон, значит, и бежал в комнату, закрылся и стал ее смски читать. Она звонит в полицию. Полиция говорит, пожалуйста, к мужу не подходите. А муж услышал, бросил телефон и бежал, говорит, мы сейчас приедем. Вот. И приехала полиция, значит, разбираться, то есть он ее вообще пальцем не тронул. Она за полицию тронул бы пальцем того, кто вызвал ее за это, да. Когда узнал по какому поводу. Да, вызвал. И она, я говорю, дальше мне дали опросник. И там был такой вопрос, внимание, Андрей, говорил ли ваш муж когда-нибудь кошке брысь? М-м-м. Он говорит, а зачем вам это нужно? Многое объясняют, видимо. Что он агрессивный, если он негодяй. Когда-то говорил, кошке брысь, то тут реальная проблема, будем разбираться. А она говорит, я вот не могу понять, что за бред вообще. Но когда в России там гематомы, переломы, где покажите? Тяжкие телесные. Тяжкие телесные, говорит, кошке брысь, говорил, подода. Как он мог вообще такой кошке сказать? Как у нее язык повернулся? Для англичан-то признак агрессии. И вот это, конечно, вот тот ментальный вопрос, который, если есть какие-то разочарования. Когда человек у себя дома не находит работы, он тоже разочарован. По-другому он у себя дома. Когда за границей, он не очень понимает, что его ожидает, какие перспективы. И вот тут разница в менталитете вылезает. Типа, у меня нет работы, потому что я другой. Ну, собственно говоря, часто мы вначале сказали, безусловно, что эта схема далеко не идеальна. Потому что не бывает ничего без каких-то разочарований. Но бывают же истории, когда от разочарования до принятия проходит какое-то безумное количество времени. А иногда, в общем, ничем хорошим это не заканчивается. Человек либо возвращается, либо безумно. Да, мы об этом не поговорили совсем. И есть люди, которые возвращаются. Сейчас мы об этом, безусловно, поговорим. Как правило, как долго длится вот этот период? Понятное дело, что у каждого рамки, я думаю, индивидуально. И как, собственно, себя вести в этот момент? Я думаю, что в среднем от трех до пяти лет длится адаптация. Во-первых, принять. Знаете, как говорят люди, сидевшие в тюрьмах и на зонах, не надо дергаться и рваться наружу. Ты должен, как бы, понять, что на некоторое время это твой дом. И просто начинай в нем жить. А не в смысле все по ошибке, меня сейчас выпустят. Вот относись к этому так, как будто ты дальше будешь жить. То есть, если ты хочешь действительно достичь, это же естественно ситуация. Человек в незнакомой среде. Совершенно разный менталитет, разная страна. Конечно, как правило, на язык они знают в том объеме и так далее. Так ты пойми это сразу. Не надо дергаться. Почему там второй год пошел, я по-прежнему мою полы. Потому. То, что здесь не родился, то, что тебе надо хотя бы... Вот как я язык выучил. Вот. Вот занимаясь очень такой простой работой, ходя за суицидальным поле эмилитника, вот так и выучил. Да и то, принеси сюда, это поставь сюда. Так я на бытовом уровне освоил язык. Поэтому я хочу сказать, что за этот период ты должен просто успокоиться и жить этой жизнью. Не терять время на эти страдания и переживания, а попытаться лучше понять, где ты живешь. Я не знаю, ходить в кино, стараться читать хотя бы журналы на языке, если не книги. Стараться больше общаться с местным населением и так далее. Если ты действительно эмигрант, если ты для этого приехал, ты не турист, ты не разочаровавшийся эмигрант, который плюнул на все и вернулся обратно. В Израиле полно таких было. Да и в Америке, и в Европе их масса. И если ты решил поменять свою жизнь, это требует некоторых усилий. Да. Что касается тех, кто возвращается обратно, а потом, вернувшись, начинает жалеть о том, что уехали. То есть это какая-то совершенно безумная задача. Ну почему, есть анекдот по этому поводу, когда Юрий тут туда-то сюда ездит, говорит, а что всеми ездить? И говорит, мне хорошо только в самолете. Ну, собственно говоря, здесь. И вот это второй, дайте другой глобус. Это, кстати, да, тоже очень неплохая история. Что касается вот этой истории с тем, что человек может плюнуть на все в какой-то момент, стоит ли его останавливать, если ты условно родственник где-нибудь на родине, откуда он уехал? Или дать самому разобраться? Ты знаешь, конечно, человек должен сам разобраться, не надо вообще в это вмешиваться. Но вот это нетерпение сердца, непонимание процесса, так как ты его описал, да, что есть просто этапы. Что если ты подождешь какое-то время, не перетерпишься категорически противник терпения, просто отнесешься к этому, как этапу своей жизни, да, то дальше ты выдавнешь наружу, ты будешь на поверхности. Если ты обычно нормальный человек, но я не знаю, если у тебя какие-то патологии, да, там отсутствует память, например, да, или что-нибудь, то есть ты не можешь концентрироваться, учить язык, я не знаю, работать, ну, наверное, тут проблемы будут. Но если ты просто человек, каких миллиардов во всем мире, то все у тебя будет. Спокойно. Но ты должен об этом помнить тогда, когда у тебя пока ничего нету, и не дергаться. Ну да, есть люди, которые не выдерживают этого, считают, что больше они счастья испытывать не будут, перспектив ноль, они возвращаются. Это разочарование. Потому что это неудавшаяся история. Они должны признать себе, что они сделали иммиграцию, она казалась неудачной. Много ли людей, которые второй, третий раз, ну, собственно, памятный этот анекдот, заходят в эту же воду, и есть ли шанс, что на второй или на третий раз, условно говоря, все получится, или таких примеров нет? Ты знаешь, я тебе так скажу, есть две категории граждан. Первая категория возвращается в страну исхода. Она, как правило, больше вообще редко дергается. То есть это серьезная проблема. Есть еще одна категория, о которой мы не упомянули. Вот у меня был одноклассник, Валера. Он, как и я, в одно и то же время приехал в Израиль. Оказалось, то Израиль это маленькая страна, с небольшим рынком рабочей силы и так далее, что он по образованию он инженер-автомобилист. Ну, кончил автомобильный институт. Ну, где в Израиле, что он будет делать? Он работал в мастерских, которые чинили машины. Ну, для человека с высшим образованием странные предложения, да? Он ехал в Канаду. Почему? Потому что в Канаде есть автомобильное производство. Там есть заводы, которые выпускают автомобили. Вот многие американские машины собираются в Канаде для канадского рынка. Я думаю, не только американские, европейские тоже. Вот там он себя нашел. А так бы он дальше жил в Израиле или могла полностью менять специальность, или работать на уровне следствия, которому не требуется никакого высшего, да и среднего, не очень. Понимаешь, какое дело? То есть есть люди, которые не нашли себя в одной стране, и они едут в другую страну. Те, кто живет в Евросоюзе, вообще имеют возможность переезжать из санны в страну, и неважно, где находят работу, там и живут. А вот то, что касается возвращения в страну исхода, это немножко другая ситуация. Это уже такая проблема. Ну, если, как правило, вернувшись, никуда не дерутся. Никуда не дерутся. Большинство остаются. Жить, бегает, родился, там и пригодился. Еще многие начинают прибегать к поискам поддержки среди родственников, друзей, социальные сети, ежевечерние по много часов, скайпы. Этого стоит избегать? Потому что это может быть... Это риск, на самом деле, замкнуться в себе, нет? Ты знаешь... И в своем маленьком окружении. Мы эту тему обсуждали с другой стороны. Что если ты хочешь адаптироваться к другой стороне... Надо все отсечь. Ну, лучше какое-то время хотя бы туда не возвращаться, потому что ты еще больше погрязаешь в дискомфорте и в дезадаптации. Чем больше у тебя поддержки стране исхода, на языке исхода, тем меньше ты становишься гражданином той страны, в которую ты эмигрировал. То есть, как бы, тебе, с одной стороны, может быть, легче станет на время, но как только ты закроешь скайп, ты опять останешься уже в худшем состоянии один на один с твоей новой стороной. Что касается этих стадий, которые мы описали, весьма условно. Понятно, что у каждого они занимают какой-то индивидуальный срок. Как-то ускорить все это можно? Или это только сам человек? Я считаю, к этому есть несколько. Можно ускорить 100%. Давай поговорим как. Первое. У язык учить не тогда, когда ты приехал, а за 10 лет до этого, или хотя бы за год. Да потому что это полный бред в современном мире. Ты приезжаешь, как я приехал, да? Я знал, куда я еду, я не за один день принял решение. Более того, была возможность учить и английский, и евритм в Москве, да? Но мне же не до этого было. Мне же было чем заняться. Я же не дурак, а приехал, и все. И это первое. Подготовиться и хотя бы не иметь языковых проблем. Второе. По возможности с деньгами приехать, чтобы не оказаться на улице, чтобы не драматизировать отсутствие работы и так далее. Потому что когда у тебя есть, как говорят наши чиновники из «Газпрома», золотой парашют, или хотя бы оловянный, хоть какой-нибудь, то ты, ну, менее уязвим, что ли, да? То есть на период адаптации, когда ты еще не востребован. И, честно говоря, ни на какой собеседовании ты можешь не ходить, потому что они вообще не поймут, что так не хочешь. На своем глобанном. Как это, пижин инглиш, типа, да? Но у тебя есть свои деньги, ты можешь пока их проесть, да? Ты не испытываешь хострой классовой ненависти. Но я тебе объясню, что это такое. Это когда я в 28 лет шел на рынок Махана и Гуды из такой в Иерусалиме и покупал такие маленькие жопки от индейок. Почему? На индейку денег не было. Или ждал, когда рынок закроется, а когда он закрывался, они часто раздавали фрукты просто бесплатно. Почему? Потому что не было денег купить эти фрукты. Но тогда был 90-й год, и тогда люди уезжали нищие. А сейчас, когда ты можешь хоть какой-то жирок, так сказать, подрастить, да, и ты приедешь уже, ну, хотя бы какой-то у тебя ресурс есть, ты не получишь завтра работу, но у тебя есть на что жить завтра, есть на что квартиру снять и так далее. Вот это вторая вещь. Очень интересная тема, с чем мы, собственно, начали разговор. А в каком составе тебе лучше приезжать, одному или с семьей? Очень неоднозначно. Дело в том, что если у тебя действительно семья, и вы другую любите, это иммиграция скрепляет. А если у вас проблема, то разводы как раз именно из-за иммиграции часто и происходят. Может, вы в России бы не развелись бы, или в Украине, например. А в Америке, Израиле, или в Германии разведетесь. Потому что все обостряется. Все нервные, денег нету, работы нету, проблемы ухопятся и так далее. Счета приходят, платить нечем. Долги, кредиты, банки. И люди звереют, и разводятся. Поэтому здесь тоже интересно, кому как, кому надо ехать с семьей, а кому вот с одного. Многие при этом говорят, что из тех, кто уехал в одиночество городом, говорят, что какие-то элементарные бытовые проблемы начинают испытывать. Опять же, у нас наши любимые форумы уехавших. Тамара из Великобритании, пять лет в другой стране, соответственно, в Великобритании. Для меня, она пишет, самое сложное было отсутствие машины и людей, которые могут помочь обустроиться. Ну, то есть, какие-то такие фиксеры условные на месте. К этому тоже, наверное, А что, если Тамара бы вышла замуж за русского парня, он бы ей помог обустроиться? Ну, видимо, Тамара так предполагает, хотя мы не можем сейчас... Есть еще интересная статистика, Андрюш. Женщины гораздо более адаптированы к переезду, чем мужчины. Почему? Женщины готовы идти на понижение статуса. Женщины готовы закончить курсы переквалификации и иметь зарплату в 10 раз меньше, чем в стране исхода. Женщины готовы заниматься каким-то трудом, непривлекательным и малооплачиваем и так далее. Почему? У нее нет такой гордыни, как у мужчины. Мужчины, которые, я не знаю, особенно в советское время было смешно, такие были цеховики, такие богатые парни, которые просто были миллионерами у себя в стране, тут они приезжают, кто такой цеховик? Вообще ничего не имеет. Образование у нее странное, опыт работы у нее ноль, но какие-то дешевто делают, но за это никто деньги не платит. Говорит, я на такую работу не пойду, я за эти копейки корячиться не буду, а у женщин нет такой проблемы. Вот я думаю, несмотря на это письмо от этой женщины, так как у Атамара, у нее больше шансов выжить в Великобритании, чем если она была замужем, чем у ее мужа. В общем, мужчины капризные. Вот все прямо и в депрессию они гораздо быстрее впадают. И прямо не могу, а женщины как бы встают отряхнуться и дальше работать. Собственно говоря, важную тему мы затронули с переездом в одиночестве или без, собственно, о том, как строить отношения с родственниками в эмиграции, поговорим уже в следующем выпуске. Это разговоры с Лапковским на РТВИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова